Сегодня Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами ближневосточных стран, президентом Турции Раджепом Таипом Эрдоганом, королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом, президентом Египта Абдель Фатахом Сиси и королем Иордании Абдалой Вторым. Главной темой для обсуждения стала ситуация в Сирии, совместная борьба с международным терроризмом и встреча президента России с Башаром Ассадом. Президент Сирии побывал в Москве накануне. В ходе встречи Владимир Путин отметил, что Сирия является дружественной для России страной и наше государство не могло остаться в стороне от борьбы с международным терроризмом. Это беспокоит и нас, и Россию, имея в виду, что, к сожалению, на территории Сирии с оружием в руках против правительственных войск воюют и выходцы из республик бывшего Советского Союза. Здесь насчитывается около 4 тысяч, как минимум. Мы, разумеется, не можем допустить, чтобы они, получив боевой опыт и пройдя идеологическую обработку, появились на территории России. Те политические шаги, которые предпринимает Российская Федерация с самого начала кризиса, не позволили развиваться событиям в Сирии по более трагическому сценарию. Если бы не ваше решение принять участие в военных действиях, в едином фронте борьбы с терроризмом, экстремисты распространили бы свое влияние на большие территории и в другие государства. По словам Асада, поддержка Москвы позволяет его стране оставаться единой и независимой. Президент Арабской Республики особо подчеркнул, что российское военное вмешательство в Сирии осуществляется строго в рамках международного законодательства и призвал другие страны прекратить любые виды поддержки террористических организаций и предоставить сирийскому народу право самому определять будущее своей страны. Продолжение следует...